Ну и пока тушится мангольд, можно приготовить ёлочку, всю удобную, высокую. На неё нацепить креветки, тома, черри, сыр, ну всякое такое. Сосиски ждут своего черни. Итак, это остатки от ананаса. Это у нас такое выкидывают. Вырезаю сердцевину, остаются вот такие вот шпажки, которые вынимают из сердцевины. Это будет основа для ёлочки. И я её обмотаю вот такой вот зеленью. Сейчас возьму нитку, иголку. На нитку одену эту зелень, обмотаю вокруг ананаса. Снизу пакетик, чтобы не вытекала жидкость. Поставлю на какое-то блюдо, обсину зеленью и буду шпажками прикалывать креветки, тома, черри, сыр. Ну, в общем, что душе пожелается. Вот моя иголка. Я нанизываю вот эту зелень на иголку, на нитку и обставляю вокруг. Чтобы ананас не был виден, можно закрыть листьями морковки. Их выбрасывают обычно. Набрать вот эти листья, подставить под салатные и всё это затянуть, чтобы выстроить ёлочку. Тем временем картошка проварилась, добавляю еще две сосиски и сверху зелёный мангольд листья. Закрываю крышкой и протушиваю до окончания готовности овощей. Ну, примерно так. Всё в рабочем состоянии, потому что сзади кипит мангольд. Вот такая вот ёлочка примерно получается. А теперь на шпажке одеваем всё, что мы хотим на ней видеть. Креветки, сыр, томачери. По желанию можно гирлянду сделать и томачери тоже нацепить на нитку и протянуть. Но она у меня такая пушистая получилась. Импровизация на скорую руку, пока мясо кипело. Зелень обтянула вокруг кокос, кокос ананаса, креветки, сыр, томачери, огурец, редиска. Ну, в общем, любые овощи, можно копчёное мясо вместо креветок, что хотите.